Пятый канал представляет У вас что, повар без руки? Мне пойти с ним самому разобраться? Простите, я сейчас схожу на кухню Узнаю, когда будет готов ваш заказ Э, зачем на кухню идти, красавица? Со мной посиди, да? Вот завидую я тебе, дружище Мало того, что по всему миру путешествуешь Так тебе еще бабки платят за твои блоги Не просто бабки, Володя Большие бабки Почувствуй разницу Э, девушки Красавица, а чего одни сидите? Вон, смотрите, какой стол у меня хороший Пойдемте вместе сядем Останьте нас в покое Э, ну ты чего обижаешь? Ты не знаешь, от чего отказываешься Пойдем, я тебе знаком Останьте нас в покое, мы как-нибудь сами отдохнем Да ты мне поверь просто Сами как-нибудь посидим Володой человек, мне кажется, девушкам Не особо интересно ваше общество Подожди А тебе вообще какое дело? Ты вообще кто такой, а? Пожалуйста, покиньте заведение, иначе я сейчас вызову полицию Да чего, чуть что сразу в полицию? Так, девушка, извините Мы, наверное, пойдем Сдачи не надо Крутой, что ли? Нехорошо как-то получилось, да? Да расслабься Разные люди бывают Ну, я пошел, бывай Э, это что сейчас такое было? Что ты пристала, бразина? Пошел вон отсюда Ну все, падла, это нарвалось Я тебя запомнил Я тебя найду, бабла Найду и зарежу, мамой клянусь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мужик! Живой! Алло! Скорая? Картина у нас следующая Найденный дворником, гражданин Тучков Скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание Эксперты нашли на его теле множественные ушибы и гематомы Кроме того, у покойного разбитый в кровь костяшки пальцев на правой руке Драка? Судя по всему, да Умер он от черепно-мозговой травмы К сожалению для нас Покойный был популярным интернет-блогером С миллионами подписчиков Вы хоть представляете себе, какая шумиха поднялась в интернете? Так точно представляем Да ни хрена вы не представляете Электронный ящик нашей приемной Скоро лопнет от обращения граждан по этому вопросу Поэтому, либо вы в течении короткого времени находите убийцу Тучкова Либо Что-либо, товарищ подполковник Либо я выгоняю вас к чертовой матери И вы идете работать хоть грузчиками Хоть тревел, прости господи, блогерами Чур, я тревел-блогер Нет, я Так, свободно Это вам Ну что, не надо было Ну, очень приятно Спасибо большое Это еще заявление Тебя оценила Амлета Мне бы моего старшего брата Подполковника Рыбакова А, ну, что касается подполковника Рыбакова То я сейчас ему сообщу Так, что здесь происходит? Саня Леха Саня Леха Леха Отпусти, ну задушен же ты Так я соскучился Полтора года не виделись Ты же ко мне не приезжаешь Я понимаю, ты Москву не любишь Но к брату-то можно было Да ладно Причем здесь Москва? Дел очень много Да Давай, заходи сейчас Слушай, ничего себе Ты девушку в секретарше выбрал Жена не ревнует? Ты опять за свою Олечка, не слушай его Иди А вы что расселись? Работать быстро Какой мужчина Какой мужчина Юля У тебя появился конкурент А как же я? Лавров Ну что? Шарль Холмский Доделанный Мы битый Сейчас уже Тобщимся на месте Че ты ищешь? Визитку убийцы? А вы наверное Из полиции? А вы как догадались? Да кто же еще Будет шариться на месте Где Мишку Тучкова убили А вы собственно кто? Владимир Бойко Друг Миши Единственный Приехал чтобы Собаку Мишину забрать Ага Откуда вы узнали Что ваш друг погиб? И где именно это произошло? Так весь интернет На ушах стоит Примите мои соболезнования Очень тяжело Потерять друга Спасибо Миша Он очень добрый Светлый был Всегда на позитиве Как подумаешь Что вчера вечером Еще с ним разговаривал А теперь его не стало Погодите Вы виделись вчера С ним вечером? Да даже не вечером А почти ночью Мы ужинали вместе В ресторане А потом он Пошел на стоянку За машиной А я на работу А почему Вы до работы Не подбросили? Так я недалеко От ресторана работаю В общем Я знаю Кто убийца Его лицо Должно быть На камерах Того злочастного Ресторана Спасибо 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 Можешь идти Ой Леха Ты мне сейчас одного Моего сотрудника Напоминаешь Перекрестись Еще не хватало В твоей ментовке За копейки корячиться Слушай Саня Я ведь с тобой поговорить хотел Я понимаю Что генералом тебе не быть Твой потолок Потпол И то если не разжалуют До майора В карьеру у вас Без связи не сделаешь Иди ко мне в чоп Я тебя сделаю Начальником отдела И зарплатой не обижу Ты бы прямо сказал Что тебе нужен Человек из ментовки Который будет проблем решить Ну даже если и так Что тут такого Криминала там никакого нет Да и ты девочку из себя не строй Тебе тоже наверняка заносят Да, Леша Разные мы с тобой Всегда были разные И останемся разными Мой окончательный ответ Нет Вот это он Настоящий дикарь Вроде выпил всего Ничего А вел себя так Словно первый раз В обществе оказался Понятно А расплачивался чем Наличным или картой Наличными Ренова На какую машину уехал Не знаю У меня только есть запись Как он входит и выходит Ресторан на своих двоих Ну и соответственно Драка Если машина и была В кадр она не попала Жаль Слушай, ну ты мне все равно Скинь на флешку Записи с видеокамер наблюдения И фотографию этого горца Ладно? Сделаем В общем так Персонаж этот Прибыл С Солнечного Кавказа Вот моя Машенька Говорит, что Дел себя нереспектабельно Агрессивно Честно говоря Я испугалась даже Боялась Как бы он меня потом Не подкараулил В общем, как всегда Горячий кавказский парень Агрессивный А я вот ума Теперь не приложу Где нам искать Этого горячего Кавказского Агрессивного парня Завтра планирую в Москву Надо еще пару дел В городе сделать Ну хорошо Вечером жду тебя У себя на ужин Ну я позвоню Как освобожусь Часов восемь, девять Такую красотку подцепил Все эти топ-модели Курят в сторонке Сейчас Да, красивая А это что, твой вазик? Мой Огонь, да? Да У тебя тоже может быть такой же Ты подумай Над моим предложением Хорошо Ладно, до вечера А ну стоять Ну что, товарищи опера Как у нас дела обстоят По делу Тучкова? А, вот у нас есть Фотография подозреваемого Он подрался с Тучковым В день его смерти Возле ресторана Но мы ничего не знаем Даже имени его Понятно, понятно Ну тогда идите к Бурхану Он вам поможет А таких как он Мир держится А так вот значит Помним его товарищ полковник А другой вариант есть? Да Других вариантов нет И вообще, Леня, это приказ А приказы не обсуждаются Молодец Поэтому ты идешь Понял? С чего это вдруг? С чего это вдруг? Да Я уже у него был Три года назад Твоя очередь А, не-не-не-не Давай-ка По старой доброй традиции Точно? Да Ну ладно Камень, ножницы, бумага Раз, два, три Еще раз Еще раз Камень, ножницы, бумага Раз, два, три Удачи Если что-то хочешь сделать хорошо Сделай это сам Да Удачи Выход там Вот там выход Давай Бухов у себя? У себя Буховить будешь? Другой раз Бомбарбия Киргуду Смир Лавров Дорогой Наконец-то вспомнил меня Бухов, привет Я к тебе по делу По делу? Давай присядь, дорогой Слушай, а у меня Есть фотография одного человека Я хочу, что ты посмотрел Спасал Что ты его знаешь? Как в тот раз, да? Когда вы с Юркой Лешку РПГ ловили Да нет Ну, во-первых, не Лешку, а Пашку А во-вторых, не РПГ, а БТР И не ловили, а от киллера прятали Ну, где-то так, да А, да Сколько опера другие гонялись за ним А он вам доверялся Да, ну, не без твоей помощи, Бурхан Слушай, ну что поможешь по старой дружбе, а? Ладно, покажи свою фотографию Знаю такого Зовут Асланом Его папа, уважаемый человек Кто такой? Ты его не знаешь Он на Кавказе живет У него там бизнес свой есть Уважаемый человек Его ценят, уважают там Все свои приборы отдает благотворительностью Так что его сыну в обиду не оставили здесь Приехал он с Кавказа недавно Месяц назад где-то Вот Добрые люди ему дали Шиномонтаж в промзоне Ничего, а почему мне так добрые люди не помогают? Ты же мед Зачем тебе шиномонтаж? У тебя вон пистолет есть Ну да, как я об этом не подумал Ладно, слушай Это тебе подарок от полковника Малькова Да ну Что же вы так меня балуете, а? Спасибо Привет передай полковника от меня И спасибо Ты наш, свадьба, Хан Спасибо Саш Ну что ты так нервничаешь? Ну Что с ним может случиться? Не рябануешь Да я ему уже в десятый раз звоню Телефон сегодня отвечает Ну устал человек Усну А телефон разрядился Не На него это не похоже Он вообще-то мужик обязательный По крайней мере Раньше был Поешь что-нибудь Целый день на одних поторопродых Он куда-то выбрать не денется Завтра позвонит Вот увидишь Не-не-не Здесь что-то не так Вообще, какие у него дела могут быть в Питере Если только что-то нелегальное Видела бы ты На какой тачке он ездит Честному человеку Такое никогда не заработать Возможно Какой-нибудь криминал Ладно Завтра его лично По всем басам пробью Субтитры сделал DimaTorzok День добрый, люди добрые Слушай, а как я могу увидеть Аслан Ты кто такой будешь? Кто я такой будешь? Я будешь из полиции А, нет Аслан А где он? Обижаешь, начальник Аслан сейчас нет По делам поехал Сказал, вечером будет Приедет, каста заберет Ну, вечером так вечером День добрый Порше шустрый, черт, а Леня Лень Встречай его Он меня засек Понял Мужик, мне в твою машину Дорогу перегородить надо Тебе надо, ты игороди Я в твоем минтовском блудняк Пизаться не собираюсь А ну выходи Все, я не убивал никого Давай, садитесь А что тогда от нас удирал? А я дебил, что ли? Я же знал, что вам это убийство Легче всего на меня спихнуть Я как увидел в интернете, что его грохнули Знал, что вы за мной придете Но клянусь, я не убивал Может, и алиби есть Есть, я сразу после драки К девушке своей поехал Позвоните ей, она скажет Ах, девушка Она же тебя любит Может, и соврать Да как ты Тихо, тихо, тихо Тут такое обстоятельство Я как раз напротив кладбища живу Будешь дебаться Будешь жить напротив меня Да Я не прав был вчера Но я не убивал Да что ты заладил-то? Не убивал, не убивал А кто убивал-то? Не знаю Все Юра, мне надоело Давай в камере посидишь Подумаешь над своим поведением А то родителей придется вызывать Дежурный! Убедите задержанного Руки убери! Ой-ой Красиво говорит Но я ему не верю Он на эмоциях мог грохнуть кого угодно Да он это Он Хорошо 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 Ладно С чем пожаловали гости, дорогие? Дело к тебе есть, полковник. Один хороший человек попал в нехорошую историю. Выпил в ресторане, подрался, а твои опера его задержали. Ну, если задержали, значит, было за что? Они говорят, что он убил там какого-то блогера, шмогера, а он этого сделать не мог. Значит, не убивал? Не убивал. Он вообще тихий и спокойный, из хорошей семьи. Папа у него очень уважаемый, интеллигентный человек, директор рынка. Понимаю. Он когда про сына узнал, посидел весь от горя. Вы отмирят что хотите? Помоги, Аслан. Нечего ему в тюрьме делать. Разберись, полковник, а мы в долгу не останемся. Знаете что, уважаемые? Шли бы вы по добру, по здоровому. Не видите, я кушаю. Ступайте, ступайте, ребятки, ступайте. Мы тебя услышали, начальник. Приятного аппетита. В общем, я звонил девушке Аслана, и его алиби подтвердилось. А что ты хотел, чтобы она сдала своего парня? Слушайте, хватит канительить. Давайте оформляем дело и передаем его следакам. У нас так висяков по горло. Это все, конечно, замечательно. Но с доказательной базой, товарища Перо, у вас хреново. Любой следак это дело вернет назад на доследование. А мне еще и по загривку прилетит. Сидите, сидите. Ну, что скажете? Как продвигается дело Тучкова, а? Да пока не очень. Единственный подозреваемый в убийстве не признается. Улик против него нет. Если в течение 48 часов мы не найдем доказательства и не предъявим обвинения, Аслана надо выпускать. Ага. Два мужика повздорили, ну, слово за слово, передрались. И через некоторое время одного из них нашли мертвым. Вот так вот, значит. Ага. Ну, мы, конечно, думали на второго, подозревали его. А оказалось, что был третий, который видел драку и добил потом этого мужика. А почему добил? А потому что погибший водил шашни с его женой. Вот так вот, значит. Я что-то не догоняю. Нам что, искать мужа Любовнись Тучкова? Лень, слушай. Вот если верить версии Малькова... Похож? Убийца был свидетелем драки и каким-то образом связан с Тучковым. Слушай, а может быть, может быть здесь что-то есть? О каком процветающем государстве может идти речь, когда у нас на дорогах такой беспредел? Снег с проезжей части не убирают. Гололёд. И вот, буквально на ровном месте. Мне взад въехал таксист. Так у него, прошу прощения, не только страховки нет, так еще и с документами проблемы. А вот это уже что-то. Ты не помнишь, там возле ресторана уже были камеры видеонаблюдения? Такси там не было? Такси полно. Такси полно. Отлично. Значит, нужно съездить туда еще раз и узнать про такси с помятым бампером. Поехали. Ну что, помянем мой свободный вечер. Отлично. Не понял. И тут его нет. Очень странно. Здорово, начальник. О чем дело? Принимай убийцу. Тигран Корчакян, у меня явка с повинной. Я пришел, чтобы взять, я пришел, чтобы признаться в убийстве блогера Дучкова. Так. Значит, сейчас все втроем идете в кабинет к оперуполномоченным Романову и Лаврову. Секретарша покажет, где это. Они снимают с вас показания. И не дай бог вы лжете. Получите по полной программе. Изначальник, расслабься ты. Все четко сделали. Комар носа не подточит. На отделу дурдом. Рыбаков. Товарищ подполковник, извините, что беспокоил. Вы говорили обращаться лично к вам. Да, слушаю. Мы обнаружили подозреваемого, по которому вы делали запрос. Сейчас доставим его в отделение. Не нужно в отдел. Диктуйте адрес, я сам подъеду. Ну и как я узнаю это чертово такси? Они все одинаковые. Принесла, да? Угу. Запись видеокамеры возле магазина. Спасибо. Спасибо. Опа-на. Платош, привет. Это твой дружище Лавров. Угу. Слушай, у тебя есть уникальная возможность доказать, что все гаючники не полные долба, а козлы. Сам такой. Слушай, я тебе сейчас два номерка пришлю. Пробей их по базе, пожалуйста. Посмотри, были ли у них какие-нибудь столкновения между собой в последние дни. Ага. Жди, сейчас пришлю. Ну что, Леня, пригласишь девушку сегодня на свидание? Как поймаю всех преступников, мошенька, сразу приглашу. Не поняла. Работы у меня много. Дружусь, не покладая рук. Сволочь ты, Леня. Она симпатичная. Да вы знаете, кто мой брат? Я вас всех засажу к чертовой матери за решетку, понятно? О, вот он. Вот он. Наш спаситель. Герой наш. Где твой плащ, Бэтмен? А? Дальше я сам свободен. Так точно, слушаюсь. Леша, что происходит? У тебя проблемы какие-то? Ну, ты же знаешь, если что, я помогу решить. Пошел ты. Леша, где твой телефон? Я тебе весь день пытаюсь дозвониться. Нету. Как это нету? А машина где? И машины нету. Обокрали меня. Это девка, с которой я вчера виделся. Я только к ней приехал, а она со своими отморозками вывалились и все отобрали. Что, доволен? Все, отстанешь от меня? Так, спокойно, спокойно. Леша, я же мент. Найду я твоих преступников и вещи твои вернем. А пока, давай, поехали ко мне. Посидишь, отойдешь немного. Да, кстати, реальных контактов этой барышни явно нет. Через интернет связывались. Угу. Граждане, вы по какому вопросу? По очень важному, товарищ начальник. Зачем Тиграна арестовали? Он добрый, воспитанный мальчик, муки не обидит. Тигран в карты проиграл много денег, большую сумму и задолго на себя чужую вину взял дурачок. Отпусти Тиграна, командира. Он никого не убивал. А карточный долг семья выкупит. Он больше никогда в жизни в карты играть не будет. Это я тебе обещаю. Полковник, ты вообще начальник или кто? Скажи вам своему подчиненному. Пусть Аслана отпустят. У тебя же есть убийца уже. Эй, это кто убийца? Тигран? Да. Ты что, болтаешь, как женщина? Завязывай, слышно, как я говорю. Завязывай. Иди сюда. Брейк, брейк, я сказал. Все. Да. Тоже мне горячие восточные парни. Успокоились? Да? Да. Все нормально. Успокоились. Значит так, мы сейчас во всем сами разберемся. Это я вам как начальник управления обещаю. Ну а вы, ребяшки, давайте-ка на улицу проветритесь. Давайте, давайте. Подышите воздухом. Так, Луковой, пойдемте со мной. Давайте. Я со мной. Так как ты говоришь, его убивал? Да как-как. Дал кулаком по башке и все тут. Да. Экспертиза утверждает, что Тучкова убили, нанеся многочисленные удары тупым металлическим предметом. Скорее всего молотком по голове. Даже ведь видела, что его голова превратилась в сплошной фарш. Ну да. Я забыл сказать, что у меня в кулаке был молоток. И я действительно ударил им Тучкова много раз. Даже не знаю, что на меня нашло. Очень разозлился. Наверное. Больше ничего не забыл мне рассказать? Да нет. Я все как на духу рассказал. Ну хорошо. Я тебя выслушал. А теперь ты послушай меня. Раз уж ты так хочешь за решетку, ты у меня пойдешь. Да не за убийство, а за дачу ложных показаний. Это почему? Да потому что ты мне в тут пургу какую-то гонишь. Ни хрена ты не знаешь. А можно, можно мне еще подумать? А что ты думать собрался? У меня все записано. Товарищ полицейский, я, я ничего не знаю. Я никого не убивал. Можно мне домой? Вали отсюда, пока я не передумал. Спасибо. Мне идти? Да. Спасибо. Ну, попытались мы пробить твою подругу. Результатов пока ноль. Угу. Ну, это еще не все. Есть масса вариантов. Попробуем выйти на ее подельников. Или, может, возьмем, когда они авто сбывать будут. Машина у тебя приметная? Да это не моя. Что значит не моя? Я ее в аренду взял, чтобы произвести впечатление на телку. И на тебя. Телефон тоже не мой. Его попросил у знакомого на выходные. У меня вообще ничего нет. Чего молчишь? Презираешь теперь, да? Говоришь, в аренду взял? На всех машинах, сдающихся в аренду, есть датчик слежания. Мы их сейчас за пять минут вычислим. Ну, пойдем. Попробуем. Эй, мужик. Твоя машина? Второй день, как моя. Ага. Слушай, а это те кто был? Жека Салазкин. Не верите, можете у мужиков спросить. Они подтвердят. А ты не знаешь, где он сейчас? Понятия не имею. Вчера уволился, даже не проставился. А где живет? Не в курсе? В курсе. Снимает тут недалеко хату. Адрес есть в моей записной книжке. Ой, ты мой хороший. Боже. Так. Не понял. А что это такое? Как это прикажете понимать? Товарищ начальник, это наше уважение и благодарность за Тиграна. Ага. Спасибо вам огромное. А это что за животное? Это? Это тоже подарок. Служебные щенки вырастут, служебные собаки будут, всех ваших преступников найдут. Да. Вот смотри, Саша, до чего мы с тобой докатились. Нам теперь взятку борзыми щенками дают. Эй, почему борзыми? Породистые. Да. Короче говоря, хозяйка квартиры говорит, что Саласкин пару часов назад расплатился с ней, собрал свои вещи и уехал. Куда уехал, она не знает. Ну что, объявляем Саласкина в розыск, а? Мужик! Сейчас, подожди. Ты ведь опер, да? Ну да, я опер. Женьку Саласкину ищешь. А ты откуда его узнаешь? Да сосед наш, из семнадцатой квартиры. И мы с ним как-то на одном объекте работали. Женька домой уехал, в Петрозаводск. А давно уехал? Часа два назад. А не знаешь, как поезды? Да ну, откуда у него деньги на поезд? Под маршруткой поехал. Типа тех, что от автовокзала идут. Спасибо. А откуда такая сознательность у нашего пролетариата? Да оттуда. Что один такой жопер, как и ты, меня недавно от тюрьмы спас. Считай, что я долг отдаю вашему брату. Спасибо. Бывай. Слушай, дорогой, а маршрутка до Петрозаводска, она где стоит? Так опоздали вы. Она уже двадцать минут. Как уехала. Черт. Черт. Господин Саласкин? Да. Что, на маршрутку опоздали? Нет. И ехать передумал. Вы кто? Я. Майор Лавов. Не могу. Сознаться хочу. Понимаю. Устал я. Задремал за рулем. Ну и въехал в эту идиотскую иномарку. Помял немного заднюю дверь. А он мне двести штук. Откуда у меня столько денег? А страховка? Да какая к черту страховка? Хозяин гнида экономит на всем. Но я ж не спорю, моя вина. Только за раз такую сумму отдать не могу. Пытался с ним договориться. Что значит по частям? А он ни в какую. Ментами. Простите. То есть, вами угрожать стал. Двести штук. Это ж мои две зарплаты. Вы сами-то подумайте, что мне делать. Занять не у кого. Да и отдавать потом сколько буду. Я в этот момент на грани был. А я на стройку помчался. Где по утрам подрабатываю. Они гады. За два месяца зарплату сажали. А вечером я к нему поехал. Ну, поговорить. А разговор, выходит, не получился. Я у него отсрочку просил. А он отвернулся от меня. Надменно так. Я не выдержал. И в спину его толкнул. А он упал головой, а бетон ударился. Я не хотел этого, правда. А жить теперь с этим не могу. А что со мной будет, мне плевать. Я устал. Я так больше не могу. Я всегда был неудачником. Я всегда был никем. Мужики, можно мне в камеру, а? Конечно можно. Давай я провожу тебя. Спасибо. Ну, слава богу. Все само собой решилось. Командир! Командир! Подожди. Это мне? Тебе. Это тоже тебе. А что это? Сладенькое к чаю. Сладенькое? Спасибо тебе за то, что Аслана нашего освободил. Сладенькое, хорошо. Спасибо. Да. А это… Это тоже тебе… Подарок, новая машина. Да… Я сладенькое не ем. Фигуру берегу. Вот так вот, значит. Ага. Фигура как, фигура. Машину я отдал. Слава богу, они ее не поцарапали. Телефон тоже завтра отдам. Леш, ты кем работаешь-то? Так в ЧОПе. Охраняю продуктовый магазин. Ага, ясно. Ты на поезд-то не опоздаешь? Да нет, есть еще время. Саш, я хотел сказать… Не знаю, как сложно это мне… Да ладно, нормально себя шоу. Да нет, спасибо тебе. Я идиот, конечно. Ты помог, выручивал. А для чего еще братья нужны? Прости. Рыбаков. Да, слушаюсь. Есть. Прости, дела. Не пропадай. Звони. Удачи. Брат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова